Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games и сегодня у нас обзор-разбор нового ролика от разработчиков War of the Worlds. Точнее, мы посмотрим его новый геймплей, что за месяц, да, за полтора месяца отсутствия нам ничего разработчики не показывали, не рассказывали, что происходило за кулисами. Короче говоря, погнали, посмотрим, чем нас могут удивить и вообще, как далеко зашла разработка игры. Последний ролик, кто не смотрел, обязательно в плейлист War of the Worlds. Ну, давайте, ладно, приступим. Самое главное, меня волнует один вопрос. Сейчас посмотрим. Так. Вау. Это сцена, по-моему, это сцена из фильма. Но мы знаем, что в игре будет два режима. Режим мультиплеер, онлайн на выживание. И режим, по-моему, одиночных миссий, то есть сцены, некоторые сцены из фильма. Это сцена, когда, по-моему... Сейчас поставлю на паузу. Помните момент, когда они перебирались на теплоходе? То же самое, блин. Невероятно. Блин, клёво. Хорошая задумка. Опа, треножник сзади появляется. Слышите звуки? Скрипы? Ооо, это божественно. Серьёзно? Блин, ну музыка... Музыка в одиночных миссиях, на компании, это просто прекрасно. Так, треножник появляется с воды. Модель просто топовая. Блин, свет. Посмотрите на свет эти отражения. Офигенно проработано. Так, непонятно, какой-то дёргань не было. Ну, сейчас, походу, у нас должны перевернуть. Мы оказываемся в воде. Блин, ну автомобили просто свалились. Я думал, что они начнут скатываться, постепенно врезаться друг в друга и уйдут под воду. Даже модельки ещё не полностью проработаны. Но мы знаем, что это, как здесь написано, прогресс в работе. Это всё при альфа. То есть, возможно, при выходе будет всё доработано. Я не пойму одного, это уже Unreal Engine или это всё тот же Unity. Смотрите, ну, свет, вот эти проблески, всплески воды, это как будто бы Unreal Engine 4, да? Ладно. Блин, смотрите, треножник просто перевернул. Перевернул теплоход. Блин, ну, с озвучкой, конечно, проблем вот с самого начала с озвучкой в игре проблем у них не было. Звуки все шикарные, все на высоте. Даже отдалённое эхо. Ооо. Каждого трипода своё звучание. Обалденно. Вот это было прям, знаете, аж мурашки пошли по телу, блин. Наверное, это да, это всё-таки одиночная миссия. Жалко всё снято ночью. Весь хоррор должен быть ночью, это 100% по-любому. Модель автомобилей, здания, какие-то ограждения, знаки, светофоры, столбы, всё полностью переработано. Ооо. Да ну, шикарно. Вы видели, да? Вы видели? Просто. Самолёт. Огромный Боинг нахрен. Пролетел над нашей головой и упал. В соседнем районе. То есть его сбил треножник. Это добавляет, как по мне, эпика в игре. Давайте ещё раз посмотрим на этот кадр. Прямо кайф. Ты просто не знаешь, чего ожидать. А прикиньте, он бы мог свалиться прям вам наглую. То есть прям вот в том месте, где вы стоите. Невероятно. Но надо добавить больше огня. Больше огня, взрыва, дыма. Разлетающегося каких-то осколков деталей самолёта. Было бы вообще офигенно, если бы где-нибудь крыло вот здесь упало бы. Ну, это прямо прибавило атмосферы, отвечаю. Ну, по-моему, даже здания разрушились. Да, смотрите-ка. Разрушенные дома. Ну, разработчики сразу же заявляли, что в игре будет разрушаемость практически всех зданий. Даже когда треножник якобы наступает на дом. Непонятно одно. Это сюжетка типа идёт, либо... Ну, да, скорее всего, да. Больше огня, больше огня. Не хватает здесь атмосферы. Больше каких-то разбросанных вещей пассажиров. Не знаю. Погибшие тела. Ну, по крайней мере, такой версии разрушения достаточно хорошо. А, вот, вот, вот. Я ошибся, смотрите. Да, вот погибшие пассажиры. Ну, больше вещей каких-то раскидать. Больше. Надо больше хоррора. Ну, хорошо. Даже на этом этапе отлично проделано. Ох, вы видели, да, разорванные тела? О май гад, это хоррор. Это хоррор, я ошибался, кажется. Блин, это классно. Посмотрите на эти блески, лучи света, отражения. Это Unreal. Ну, что ж, это круто, если они перешли уже на новый движок. То есть, игрушка не за горами. Так, NPC военные. Либо это одиночное выживание. Мне интересно, покажут какой-то новый лут. Что они поменяли? О, точно. Что они поменяли в системе? Давайте посмотрим сейчас, секунду. Так. Так, так, так. По-моему, я, если не ошибаюсь, в прошлый раз нужно было искать в каких-то домах определенных станки, типа, да, если можно так выразиться. И там определенный набор вещей, которые ты набирал, именно на них можно было крафтить. Сейчас, как я понимаю, можно крафтить прямо залезая в инвентарь. То есть, хотим сделать веревку, две тряпки, коктейль молотова. Почему здесь пять палок? Я не понимаю. Наверное, обычно бутылка и тряпка. Граната. Копье. Камень. Палка и нож. Ладно, но я думаю, если что, разберемся потом. Я думаю, система крафта еще будет неоднократно показана. Так, из новых вещей. Из новых вещей. Ну, я смотрю, лишь добавили, в принципе, картиночки, так сказать, на воду, на какие-то консервы. Ну, это собственный инвентарь. Багаж 25 килограмм. Блин. Что мне нравится? Мне нравится то, что это, как знаете, в Long Dark. Это такое простое управление. Было бы классно, если бы они бы добавили, когда ты фонарик включаешь, у тебя появляется шкала заряда батареи. По-моему, здесь этого нету, я обратил внимание. А вот это очень неудобно. Вот это очень неудобно. То есть, залезаешь в инвентарь, перетягиваешь на кнопочку Drink Eat, съесть, выпить, и потом только нажимаешь, чтобы ты съел или попил, да, воды там, не знаю. Блин, по мне было бы круто, если бы прям двойным щелчком левой кнопкой мыши нажал на ту же консерву, она у тебя съелась. Неудобно. А было бы еще круто, если бы ты бы эти консервы не просто так взял, съел, да, перетащил, а тебе нужно найти консервный нож. Без консервного ножа ты, то есть, не откроешь консервы и не съешь их. Да, это усложняет, но это, блин, это же сурф. Жесткий сурф, по идее. Horror. Тем более, апокалипсис. Так. О, я сейчас знаю, что будет, походу. Проникновение, да? Проникновение. Щупальце. Зонт. Реально. Это бомбически. Ну, разработчики обещали, что они будут заглядывать под каждый стол, под каждый уголок. Давайте посмотрим. Покажут. 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 просто на будущее сиди и не шевелись нет не показали блин обидно жалко ну ладно значит что-то на от нас скрывают пока скорее всего о да ладно чё серьёзно пришельцы с корабля что с огнём было что с огнём господи это не огонь ух ты что нифига себе все-таки пришельцы будут спускаться серьезно можно будет завалить а почему красная кровь когда он в них стреляет ух ты ж ох блин аж мурашки сцена гибели нас по моему просто сожрали автомат калашникова но с этой пулей будет не так страшно против блин тех же пришельцев то есть вы видели да как работает все как по фильму начало проникновения зонда зондирования а потом уже спуск пришельцев туда где вы сидите сидите подвале в каком-нибудь в доме а крафта просто невероятно сколько то есть на будущее бери только самое необходимое ого блин сцена тоже офигенно мне понравилось смотрите какие зонды чувствительные на расстоянии пол километра просто тебя спалили так что не вздумай шуметь отсылка опять к фильму местами поменяли автомобили более современные это более придает современности хоррору то есть в нашем настоящем времени не 20 не 50 лет назад когда там стояли какие-то непонятно деревянные автомобиля дайте в комментариях знать это анрил мне кажется что это до переход совершен переход явно совершен и это просто имба корзинки для захвата людей все как в фильме они обещали обещали месяц назад показать нам это как все работает новые модели персонажи людей npc оживить бы их немножко чтобы у них была какая-то паника чтобы они бегали чувак стоит просто сморкается ему на все плевать вы видели там человека засосало вот там и я слышу крики обратите чувствуется паника но люди стоят вот как будто им вообще по барабану а вот теперь начинается движуха но и щупальца засосет нас ооо мы где-то внутри где из нас должны высосать кровь всегда было интересно как это выглядит что происходит внутри там где из вас просто высасывают кровь и и и и и и и и погода погодные условия на этом этапе дождь хорошо выглядит мне нравится интересно если он будет попадать на камеру будут какие-то размытости да там целая буря по моему поднимается туда разработчики говорили что погодные условия будут разными и все как в реальной жизни уничтожение треножника жалко не показано на какой день это будет происходить гибель треножника то есть его биополе будет со временем отключаться его можно будет уничтожить а понять это можно будет потому когда птицы стаи большие стаи птиц будут садиться на него это шедевр падение почему-то деревья вместе с ним не упали он упал на деревья они не упали есть над чем поработать но то что сейчас я уже вижу это уже 90 процентов готовности игры явно 90 процентов сто процентов было бы здорово если бы еще бы вот эти вот части какие-то треножника начинали отваливаться препод при попадании в него ракет военных те же щупальца и здесь не хватает объемного звука падения просто большой большой бум чтобы земля аж сотрясалась то есть вот таким образом он просто упал и все и то есть поэтому его жизнь окончена а будет ли его падение пришельца как фильме охрененно в общем чё я могу сказать принципе я скажу то что игра реально развивается она не стоит на одном месте разработчики вкладывают прямо все силы что есть то есть если они говорят мы за месяц своими ребятами с патреона сделаем все возможное чтобы исправить тот или иной баг причем они показывают указывают его они его исправляют мне единственное что не понравилось не понравилось мне звуки вообще все прекрасны к звукам даже я не придираюсь не понравились мне именно модельки автомобилей то есть это нереально сделано они как будто были прилившими в начале когда треножник вышел из леса где-то мы плыли на теплоходе но я думаю что это все доработают как-то надо более это оживить поработать поработать с движениями и всем прочим еще мне что не понравилось самый такой наверное значимый момент системы крафта то есть надо что-то переносить ты взял консервную банку перенес ее либо там нажал на нее нажал и вот было бы классно если бы ты бы нашу нажал бы два раза лкмом пкмом без разницы и ты съел ее это было бы круто круче быстрее нежели ты залазишь в инвентарь тебе нужно нажать 150 разных кнопок не знаю сделать лишних тела движений ну потому что это реально это очень долго ты знаешь что ты в мире пост апокалипсис саре может появиться какой-нибудь пришелец или треножник у тебя либо какой-нибудь другой игрок который тебя в миг убьет и блин заберет весь твой лут ну и конечно же гибель треножников на высоте только единственное им надо поработать еще над моделями разрушений больше огня большей пламени какого-то не знаю дыма больше разрушений здесь нужно больше чуть-чуть разрушений чтобы это выглядело прямо эпично ну а так все что они обещали они сделали за месяц прогресса так сказать короче ладно пишите комментарии пальчик вверх все дела следим за разработкой игры все пока до новых встреч